Добрый вечер! В эфире телеканал ЮНИСЕЙ, еженедельная программа «Итоги». В студии Яна Ромешов и Наталья Сипета. Здравствуйте! И вначале коротко о главных темах опуска. Крым наш уже три года. Как меняется жизнь полуострова? Истории красноярцев и крымчан, связанных общей судьбой. Пять миллиардов для Красноярска, на что в первую очередь планируют потратить деньги из федерального и краевого бюджетов. Угроза сибирского шелкопряда. Тайга гибнет. В некоторых районах края ситуация близка к чрезвычайной. Откуда напасть и как с ней бороться? Круга светка. С потеплением подготовка яхты переходит в активную фазу. Какие научные работы планируют провести на первом арктическом этапе экспедиции? На этой неделе в нашей стране отметили третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Такое решение жители Крыма приняли на референдуме 16 марта 2014 года. После оглашения его результатов депутаты Крымского парламента обратились к России с предложением принять вновь образованную независимую республику в состав Российской Федерации. А 18 марта Крым был включен в состав России в качестве нового субъекта. В Красноярске это событие широко отмечали в Центральном парке. Пришли тысячи горожан. По традиции был большой концерт, а на Центральной аллее развернулись более 20 интерактивных площадок. Нынешний фестиваль «Крымская весна» стал уже четвертой красноярской акцией поддержки крымчан. В марте 2014 года, когда решалась судьба полуострова, красноярцы присоединились к всенародной акции «Крым и Россия вместе навсегда». Сейчас это всенародный праздник и комментарий здесь излишним. Давайте просто посмотрим, как красноярцы встречали «Крымскую весну». «Крымская весна» Восстановлена историческая справедливость. Часть нашей родной земли, духовный центр многонационального нашего народа вместе с нами. Это земля, политая кровью и потом наших предков. Возвращен город русской воинской славы Севастополь. Возвращены города-герои Керчь и Феодосия. Другие города и земли по праву принадлежащие России с 1783 года. Здесь очень много площадок организовано. В основном все связано с историей Крыма. Узнала очень много нового для себя. Есть разнопланы как молодежь, как дети, так и взрослые. Это первое. Хороший день сегодня. Это второе. Ну и третье. Мы поддерживаем нашего президента и нашу страну. Проходят различные мероприятия праздничные, фестивали, митинги по всей нашей стране, во многих городах нашей страны. И, конечно же, сегодня независимо Сибирь, Урал, либо европейская часть нашей страны, это говорит о том, что этот праздник, он созвучен всем россиянам, где бы они не проживали. От Волги до Енисея, леса, коса, горы, до степи, Россия, моя Россия, от Волги до Енисея. Что изменилось в Крыму за три года с момента возвращения в Россию? Насколько глубоко полуостров интегрирован в российскую действительность в самых разных сферах нашей жизни? Бизнес, туризм, желая инфраструктура, культура. Что сейчас связывает Крым с разными регионами и городами России, в частности с Красноярском? Ответить на эти вопросы мы попросили красноярцев, жизнь которых сейчас так или иначе связана с Крымом. Об этом в нашем следующем сюжете далее. Но забегая вперед, скажу, что все опрошенные нами герои следующего сюжета, как один отметили настоящие человеческие, родственные и дружеские связи с Крымом, никогда не прерывались. А теперь стали еще крепче. Три года для истории немного. Что-то заметно изменить в своей жизни и вокруг. Три года уже хороший срок для первых ласточек таких изменений. Менять жизнь к лучшему, как известно, сложнее, чем просто оставить все и приводить в упадок. Как изменения создают люди и наблюдают за ними, сравнивают. До и после. Делают выводы. Что изменилось, что еще можно и нужно сделать и главное, чем мы все можем в этом помочь. С этим вопросом мы обратились к людям, жизнь которых связалась теперь уже нашим Крымом. Каждое лето, каждое лето я езжу туда, поэтому я все это вижу. Для меня это все родное и очень близкое. Наталья Власова родилась в Крыму. В Красноярский край попала с мужем военным по распределению. Сейчас раз в год ездит на родину, навещает отца и рассказывает об изменениях, которые крымчане сейчас наблюдают вокруг. Сравнивать есть с чем. Когда коснулось того, что страшно протекала крыша в доме, то мне пришлось организовывать соседей, собирать какие-то деньги на это. Люди из своих нищенских пенсий, там пенсия 1200 гривен. Но в те времена на наши деньги, это было порядка 4000. Конечно же, они не могли сдать никаких денег. Но недостающую сумму пришлось сдавать мне, как богатой россиянке, искать каких-то исполнителей этих работ и самим делать крыши. И сейчас крымчане удивляются, как Россия строит дороги. Работы ведутся и днем, и до глубокой ночи. И действительно, дороги, они как-то приближаются уже к каким-то европейским стандартам. Наталья признается, что в Крыму еще много предстоит обустроить. Полуостров начал ощущать поддержку, когда она дошла до каждого жителя. Ремонт в домах, строительство дорог, восстановление туристической инфраструктуры. В Крым сейчас едут с материковой части страны, несмотря на все трудности. Самые амбициозные романтики, готовые создавать что-то новое и восстанавливать утраченное. Среди них и красноярец Андрей Болсуновский. Поехал создавать свой бизнес в Крыму. Говорит, что тут дел буквально поле непаханное. И не только в сфере туризма. Здесь сегодня очень слабо развит аграрный сектор. То есть то, что в России-то у нас, прямо скажем, был в запустении здесь. Здесь ситуация с сельским хозяйством примерно такая, как у нас была лет 10 назад. То есть разруха, которая была и у нас, но мы уже начали восстанавливать. И у нас все достаточно успешно восстанавливается, достаточно много. Здесь к этому еще абсолютно никто не приступил. Но в ближайшее время собираются эти заняты. Поэтому касательно аграрной темы, там и туристической, и в плане не сельскохозяйственных деятельностей, здесь вообще поле непаханное. Можно работать. Ну понятно, что не глаженное. Форма от производителя одежды для олимпийцев, золотая медаль за достижение в искусстве одна штука, часы фирменные с логотипом, стильные молодежные. И, конечно, ностальгическое ретро, пионерский галстук, руки сами помнят, как завязывать. Все это и не только впечатление о работе в легендарном Артеке от Красноярки Ярославы Кевич. Международный детский лагерь стал опять мечтой многих российских детей и не только российских. География воспитанников и вожатых самая широкая, охватывающая весь мир. Работать туда едут со всей страны, из Красноярска в том числе. Не только атрибуты артеговской жизни, но и фотографии рассказывают о том, что изменилось в Международном детском центре за три года. И все же ценнее яркие впечатления непосредственного свидетеля новой истории Артека. На аллеях, там, важно, магнолевые, оливковые аллеи, стоят такие баннеры, там фотографии о том... То есть на этих фотографиях можно увидеть, каким Артек был до 2014 года. Это просто вот очень грустное зрелище, потому что это полуразвалившиеся детские корпуса, это совершенно дороги, как после бомбежки. И, соответственно, было-стало, да. То есть Артек очень быстро, очень быстро отремонтировали. То есть сейчас ты по нему идешь, и просто удовольствие, потому что столовые – это какие-то произведения искусства в каждом лагере свои. Это очень красивые аллеи. Детские корпуса похожи на, в общем-то, гостиницы. Не знаю, сколько звезд им дать. То есть он сейчас новый, там все поменялось, и набережные. Вот все-все-все. Путешественник, продюсер, телеведущий Дмитрий Лантинов перебрался из Красноярска в Крым в мае 2014 года, чтобы ни много ни мало наблюдать за звездами. Теперь такое у него увлечение и работа. Астрономия – мечта всей жизни. Зарабатывает, как и многие крымчане, в СИЗО на туристах и продвигает образовательные проекты в том же Артеке. Наблюдает не только за небом, но и за тем, какими становятся крымские города. Пытаются сделать нормальный, современный город. Ялту, Симферополь. Я не знаю, какими планами они руководствуются, но есть ощущение, что если там нужна брусчатка, ее кладут. Если нужно освещение современное, качественное, красивые фонари, допустим, их тоже выставляют. Лавочки, мусорки, вот эти вот, ну, урны я имею в виду. Это все облагораживает, да. Это все ставится, делается. Потому что я приехал там, ну, фантик некуда было бросить, потому что нам за три километра нужно было искать где-нибудь, куда бумажку бросить. Вот так сейчас выглядит Крым. Это видео тоже нам прислал с полуострова Дмитрий. Сейчас в Крым едут и помогают развивать самые разные сферы его жизни. Россияне из разных регионов страны вкладывают свои силы и средства в экономику, культуру, образование. Но все наши герои так или иначе говорили о том, что сильнее всего связывает и всегда связывало Россию и Крым. Это дружеские, часто родственные человеческие отношения. Далее в программе. Сколько денег получит Красноярский с федеральной и краевой казны? Главное, на что их потратят? А также о войне с вредителем, уничтожающим Сибирскую тайгу. Откуда такая напасть и как с ней бороться, расскажем сразу после короткой паузы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!